МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это диетологи, стилисты, фитнес-инструкторы, преподаватели танцев и дефиле. Здравствуйте, дорогие телезрители, здравствуйте, дорогие участницы реалити-проекта «Пышка». Напоминаю, что вы смотрите телеканал М-Телевизион, а мы сейчас находимся в женском клубе «Дам от Рев», где наша женщина наполняется энергией, становится еще моложе, стройнее. Скажите, пожалуйста, какое занятие вы подготовили сегодня для наших участниц? Сегодня я проведу занятие по пилатесу, которое также закончится. Особенно легким стретчингом. Чем полезно это для похудения? Пилатес хорошо прорабатывает мышцы кора, то есть мышцы живота, внутренние мышцы живота, которые поддерживают позвоночник, мышцы спины, ягодицы. То есть это хорошая нагрузка на растяжение мышц и на их загрузку. И в конце мы растягиваемся, то есть это полезно для связок, для мышц, это общая бодрость, релаксация. То есть очень полезное занятие. Есть ли какие-то возрастные ограничения? Абсолютно никаких возрастных ограничений. Нет ограничений по здоровью, потому что изначально эта система была придумана немецким мужчиной, Йозефом Пилатесом, который сам болел различными заболеваниями, у него была слабая спина. И он придумал такой комплекс, который помог ему излечиться, поэтому противопоказаний абсолютно никаких нет, в том числе и возрастных. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я инструктор по Пилатесу. Сегодня мы с вами проведем замечательное занятие. Мы с вами укрепим мышцы живота, мышцы спины, ягодицы, внутренние мышцы, которые поддерживают позвоночник, таким образом укрепляют его. И в конце занятия мы проведем растяжку, растяжку ног, спины, плечей. И в результате будем бодрые, красивые, растянутые, молодые. И стройные. Конечно. Приступим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какую бы рекомендацию дали нашим участницам, которые они могут в дальнейшем использовать, применять в жизни? Я бы посоветовала им придерживаться дальнейшего здорового образа жизни, заниматься спортом, дробно питаться, потому что это основополагающие вещи, которые работают и делают нас красивыми, здоровыми и стройными. Елена, как вам занятие по пилатесу? Для красавиц нашей комплекции занятие по пилатесу – это такая возможность и в то же время растянуть наши застоявшиеся мышцы и суставы, и в то же время релакс такой приятный. Ну и, конечно же, это труд большой, великий, поэтому пилатес нам очень нравится. Будете еще ходить на занятия? Я думаю, да, у нас уже не первое занятие по пилатесу, но вот каждая из них своеобразная и очень интересная, полезная. Елена, а что вам больше всего понравилось занятие по пилатесу? Мне здесь очень понравились растяжки, вот, тянут наши мышцы, вот, и очень приятная такая боль, вот, это очень больше всего приятнее. С какими сложностями вы столкнулись на занятиях по пилатесу? Ну, сложности – это то, что мы недостаточно растянуты еще, вот, и побаливает, мышцы при растяжении побаливают, ну, скажешь, что это нормально. Женский клуб «Дама-3». Если вы любите себя, хотите быть стройной, красивой, любимой и энергичной – приходите к нам. В клубе царит атмосфера гармонии, любви и роскоши. Занятия проходят по разным направлениям – танцы, йога, пилатес, женские тренинги и многое другое. По предварительной записи вы можете пройти консультацию астролога, психолога, торолога, стилиста, получить наслаждение от тайского массажа. После занятий в теплой компании можно попить чай и пообщаться на разные женские темы. Итак, следующая участница – индивидуальные встречи с психологом Эльвира Горифьянова. Моя однофамильница. Конечно, ну, как бы скрывать не буду, и моя поэтому любимица. Ну, не только на самом деле поэтому, а если переходить от каких-то вот вступительных слов к делу, расскажи, помнишь, мы с тобой, когда только начинали заниматься, я тебе дала какое-то задание. Ты его хоть помнишь вообще? Да, значит, задача в чем заключалась? Мы выявили, что у меня вся жизнь борьба, а в борьбе нету выигравших, и рекомендация была прекратить бороться, начать договариваться с самой собой. И на самом деле после этого разговора я вышла в обычную жизнь, и везде в каждом нюансе где-то какие-то создавались нюансы, просто жизненные какие-то позиции. И вот этот совет, он постоянно вспоминался. Ну, тебе получалось договариваться? Да, вполне. Вообще, как ты сама для себя переговорщик? Такой, ну, как сказать, вот с некоторыми надо месяц договариваться, ну, ты вообще вредная, нет? Нет, дипломатичная. Дипломатичная с обоих сторон? Да. Да, то есть долго идут переговоры? Или ты так несколько секунд можешь договориться? Одна фраза. То есть спокойно можно, допустим... Тут даже не то, что какой-то переговор внутри себя, а как-то поменяла саму позицию. С борьбы на... Да, с борьбы на... Ну, то есть если вы перестанете бороться с лишним весом, в принципе, вы можете получить тот же результат, что и у Эльвиры. Потому что, на самом деле, борьба с самим собой – это очень сложная психологическая такая деятельность, которая всегда, в общем-то, ну, не то, что победителей нет, вообще-то всегда есть проигравший тот, кто борется с собой. Поэтому, ну, а как тебе вот договариваться? То есть до этого даже не доходило, да? Здесь просто произошло сознание, в чем вообще причины. Ну, ты убрала корень. И просто смена позиции внутренней произошла. То есть я даже... Настолько сейчас уже вошло в автоматизм, что я уже... Какая-то быстрая, да, автоматизм. Молодец. А вот смотри, все-таки, если договариваться, вот смотри, есть ли у тебя какие-то сложности, вот, ну, допустим, или с режимом дня, или с питанием, ну, то, что рекомендуют, значит, диетологи. Есть какие-то сложности? Конечно, конечно. Ну, давай одну самую такую, которую... Самая большая сложность – то, что я по своей природе глубочайшая сова, а по режиму мне приходится рано вставать. И, ну, вот здесь до сих пор договариваюсь с собой. А во сколько тебе нормально встать? А если бы мне не нужно было бы вставать по будильнику, то я бы с удовольствием часов, там, ну, до 10 бы спала бы точно. Потому что я ложусь часа в 2, в 3, а то и в 4 ночи, да. А вот, а поскольку приходится вставать нам в школу пол седьмого... А ложиться раньше, я так понимаю, никак не нужно? Вот пока договариваюсь. Переговоры пока идут. На самом деле, пища, сон, как отдых, да, и физические нагрузки, они одинаково большую роль играют вот в этом процессе формирования своего тела. Это три таких кита формирования отношений со своим телом. Поэтому вот более-менее получилось уже не бороться с собой, да. Но теперь надо все-таки договариваться. Я здесь настаиваю, потому что режим дня... В принципе, встаете вовремя, ложитесь поздно. Да. С этим надо что-то делать. Я так понимаю, там с работой связано? Да, конечно, да. Мы работаем по московскому времени, через интернет, и поэтому... Вечер – это мое самое любимое время, когда дети легли спать. Я знаю, что они рядом, что они в безопасности. И наступает уже, как говорится, мой час, так скажем, да. Это мое самое любимое время, мне просто жалко его проспать. Не хочу вдаваться в большие подробности, но скажу, что вот эта история про голубей, жавороноков и сов вообще как бы не очень корректная, не очень правильная. Потому что организм просыпается вместе с солнцем и как бы вот вместе с солнцем засыпает. То есть практически надо ложиться в 10, а вставать в 6. Понятно, что это идеальная вещь, поэтому хотя бы хоть в каком-то смысле хорошо бы ложиться до полуночи. Хорошо бы. Не знаю, насколько это возможно. Это моя мечта. Это моя мечта. Ну, давайте не только мечтать, но и стремиться к своим мечтам. Всего хорошего. Спасибо. Всем мы знаем, что звезды пользуются различными диетами. И сейчас мы посмотрим один из таких секретов. Спецдиета Надежды Бабкиной – отказ от сладкого, мучного, жирного, копченого и спиртного. Настроив себя на победу, Надежда Бабкина приступила ко второму диетическому этапу. После остановки веса. Первое время для разгонки веса есть не более 500 килокалорий в день. Певица питалась только нежирным мясом и рыбой, кисломолочными продуктами, овощами и фруктами. А потом стала понемногу увеличивать калорийность до своей нормы. Реалити-проект «Пышка. Худеем вместе» – телепроект направленный на то, чтобы наглядно показать всем телезрителям, что иметь красивую стройную фигуру не так сложно, как кажется. Главное – выполнять простые правила, которые покажут специалисты проекта. А это диетологи, стилисты, фитнес-инструкторы, преподаватели танцев и дефиле. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, участница реалити-проекта «Пышка». Я напоминаю, что вы смотрите телеканал МТелевижн, и мы сейчас находимся в клинике «Секреты совершенства», где наши участницы проходят различные процедуры. Здравствуйте. Скажите, сегодня что ждет наших дорогих участниц? Здравствуйте. Сегодня у нас замечательная Римма, очередная участница проекта «Пышка». Мы хотим ей предложить самый эффективный и быстрый способ убрать лишний жир с области живота, так называемый спасательный круг. У нас есть процедура, она называется «Энергеник». Сюда входит миостимуляция, сюда входят микротоки, сюда входит электростимуляция для того, чтобы убрать и лишний жир, и подтянуть кожу одновременно, и для того, чтобы шел хороший лимфодренаж. Лимфодренаж нам нужен, чтобы жир выводить. Сейчас мы начнем процедуру, вы поймете, что это такое. Ощущения приятные, но в то же время нагрузка очень хорошая. Наш аппарат, он сильно отличается по мощности. То есть это не просто партиативный домашний аппарат, который есть практически сейчас, наверное, в каждом доме. А мощность такая, как будто вы находитесь в фитнес-клубе и прошли 10 занятий, качание прессом. В моем теле в данный момент сейчас самое проблемное место – это вот все, что осталось, как мы знали, это спасательный круг у женщины. Вот. Именно эта процедура, я считаю, будет самая эффективная для того, чтобы убрать все мои проблемные участки. Вы почувствовали разницу по сравнению с другими процедурами? Я знаю, что вы неоднократно уже проходили различные виды миостепуляции. Была ли разница ощутена? Да. Потому что здесь более интенсивнее идет все. И чувствительность такая колоссальная. И вот я сейчас встала, на самом деле, как будто я пресс покачала. А вам понравилась сама клиника «Секрета совершенства»? Очень понравилась. Понравилось отношение. Понравились аппараты новейшие. Тут вообще уютно. Я считаю, что это прекрасное место для того, чтобы стать женщиной красивой. Клиника «Секрета совершенства» представляет обновленный бренд Пайо. Силы женщины в ее красоте утверждала мадам Надя Пайо, создательница уникальной косметической линии Пайо и массажной техники 42 движения, принесшей ей всемирную известность. Ритуалы Пайо – это сочетание высокотехнологичных продуктов с эксклюзивной массажной техникой. Это всегда особая атмосфера. Это эффективная программа омоложения тела и лица. Современный девиз Пайо – красота в движении. Партнеры проекта «Энерджи Фитнес», «Велнес-клуб Изи Клаб», «Женский клуб Дама Трев», «Велнес-клуб Слим Клаб», «Клиника красоты и секреты совершенства», «Галерея одежды Грандиоз», «Студия красоты Бьюти Бар». Субтитры создавал DimaTorzok